Эти кадеты в парадной форме привыкли к строевому порядку и дисциплине. Но этот случай особенный. 15 лет назад на базе школы-интерната «Всходне» открыли первый в стране кадетский класс при Следственном комитете России. Вам почет, особые ветераны, и под отголосками войны. Милы в стране, берега и яна, оставались следствием верны. На юбилей кадетского корпуса собрались почетные гости. Ветераны Следственного комитета, участники спецоперации, представители администрации, депутаты, выпускники и заслуженные педагоги. Дорогие ребята, здорово, что вы выбрали путь очень трудный. Но без этого пути не будет развития, не будет нашей сильной стороны. Мне очень хочется пожелать, чтобы вы долго-долго работали в этом направлении. Особые слова благодарности в этот торжественный день звучали в адрес Людмилы Сусловой, директора школы-интернат. Под ее руководством Химкинский кадетский корпус с каждым годом становится все лучше и престижнее. Мы не стоим на месте. У нас появились крепкие, прочные, красивые кадетские традиции. Мы активно взаимодействуем с кадетскими организациями страны. У нас четкие ориентиры. Мы знаем, к чему мы готовим ребят. И понимаем, как сейчас наша подготовка нужна нашему государству. Интерсы кружат, и небо в огне. Дума родная всегда во мне. Из-под них весь я не видел. Милый твой профиль в окне. Сегодня в школе-интернатка «Детский корпус» готовят настоящих патриотов, будущих следователей и защитников Родины. Обучают основам военного дела и учат работать с оружием. Недавно в школе провели капитальный ремонт и открыли современный класс криминалистики. Мы с возраста уже такого юношеского готовим к дальнейшему серьезной работе в средственных органах нашей страны. И то образование, то знание, навыки, которые они получают, безусловно, делают их более конкурентоспособными. Сегодня, дорогие друзья, патриотическое воспитание выходит на первый план. Давайте, дорогие друзья, не останавливаться на этом пути и работать, учить, обучать во благо нашего городского города Кимки, во благо нашей страны. В кадетском классе имени Александра Невского преподают профессиональные педагоги и профильные специалисты. А учиться сюда приезжают ребята со всей страны. Владимир Филиппов родился в Сибири. После девятого класса понял, что хочет стать военным и для осуществления своей мечты переехал в Химки. На гражданской жизни, мне кажется, я бы был не так организован. Здесь действительно дают именно слаженность, быстроту действий. Ну и класс у нас, в принципе, слаженный. Тут кадетское образство, без этого никуда. А Доминика Куликова приехала из Краснодара. С раннего детства она мечтала о кадетской жизни и вот в 10-м классе поступила в Химки. Хочу пойти по военной структуре. И мне кажется, кадетский корпус – это помимо того, что отличная подготовка к военному учреждению, а значит, я буду более дисциплинированной. Помимо этого у меня здесь появилась цель учиться лучше, потому что у нас как сильные педагоги, так и дети. На праздничной церемонии отметили лучших педагогов и кадетов. Им вручили памятные награды за преданность делу, профессиональные и творческие успехи. Впереди у этих ребят новый учебный год, а это значит новые цели и достижения. Юлиана Мазырина, Вильфрид Дзимковский. Новости Химки ТВ.